Привет, друзья! Сегодня будет непривычный для моего канала ролик. И рассказывать я буду не о кроссовках или околокроссовочных темах, а о новом сайте, ресурсе или даже явлении под названием NBA Top Shot. Многие из моих друзей, знакомых и подписчиков спрашивают меня, знаю ли я что-либо об этом NBA Top Shot, реклама о котором сейчас трубит почти что из каждой трубы. По крайней мере тех труб, которые касаются NBA и околобаскетбольной темы. Я подумал, раз уж я знаю, что это такое и даже пользуюсь им, то почему бы не рассказать, вдруг вам будет интересно. Итак, многие из вас знают, что в США популярны карточки со спортсменами. Это небольшие размером с кредитку картонные карточки с яркими фотографиями, на которой с одной стороны фотография спортсмена в том или ином спортивном моменте, а с другой стороны статистические данные о нем. Какая-то статистика за карьеру или данные об антропометрических его размерах, дате рождения и так далее. Короче, не важно. И в Штатах многие люди коллекционируют такие карточки. А так как это явление существует уже не одно десятилетие, то цена некоторых редких карточек может достигать не только десятков тысяч, но и сотен тысяч долларов. Но сейчас мы в 21 веке. И в цифру переводят все, что только можно. Если самыми простыми словами, то NBA Top Shot это эволюция тех самых картонных карточек. Начнем по порядку. NBA Top Shot это проект канадской компании Daper Labs, который они запустили в сотрудничестве с NBA. Также эти ребята известны популярным два года назад проектом криптокотиков. И как и с криптокотиками, в основе NBA Top Shot лежит технология блокчейна, на которой собственно и основаны все криптовалюты. Да-да, биток, эфириум и прочее. А аналогом карточками со спортсменами выступают NFT токены. Только здесь уже не фотографии, а игровые моменты с матчей NBA. Что такое блокчейн и криптовалюты не буду вам рассказывать. Технология существует уже более 10 лет. Информации в любом виде полно в сети. А вот NFT это достаточно новое веяние, если можно так назвать. NFT это независимый токен. Или уникальный токен по-другому. Это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален. И не может быть обменен или заменен. Или подделан. Другим аналогичным токеном. Эта технология была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов сети эфириум. Но в NBA Top Shot используется сеть криптовалюты Flow. Не знаю чем вам эта информация может быть полезна, но вдруг пригодится. Так вот, чтобы получить доступ ко всем ресурсам сайта NBA Top Shot, нужно соответственно на нем зарегистрироваться. Можно зарегать отдельный аккаунт, а можно воспользоваться уже существующим Google аккаунтом. Тут совсем ничего сложного нет. На сайте несколько разделов. Начнем с основного. Это Marketplace. Тут представлены те самые карточки или NFT токены, которые продают другие пользователи ресурса. Цены начинаются от 5-10 долларов за момент с не суперзвездным атлетом. И, да можно сказать, бесконечности цена доходит. Например, карточки с Леброном стоят очень дорого. И цены на них могут доходить до нескольких десятков и даже сотен тысяч долларов. В Marketplace есть поиск по имени игрока или по разным критериям. Цене, новизне и так далее. Тут ничего нового нету и разобраться очень легко. Сразу стоит уточнить, что оплату можно совершить либо заранее пополнив свой баланс, использовав средства, которые есть у вас на балансе, либо уже по факту, приобретая, например, у кого-либо карточку, указать данные кредитной карты и стоимость этой карточки спишется с нее. Тут плюс в том, что не нужно заморачиваться с покупкой криптовалюты. Все цены указаны в долларах США. И, соответственно, что проверено мной, российские карты принимаются без проблем. Правда, учтите, что есть небольшая комиссия. Например, оплачивая 9 долларов, с карты снялось где-то 9 долларов и 48 центов. Есть также разделы с комьюнити. Здесь можно пообщаться в дискорде. И у сайта также есть свой официальный канал в дискорде. Ну а раздел поддержки, тут все стандартно. Но откуда же берутся карточки, спросите вы? И как их получили те, кто их уже продает? И тут все сделано по аналогии с картонными карточками. Вы покупаете пак и надеетесь, что выпадет что-то интересное. Мне удалось приобрести один пак. И вот я сейчас покажу вам его распаковку. Паки бывают разные и они разнятся на разные категории. Обычный пак стоимости от 9 долларов, который я сейчас распаковываю. В нем обычно бывает до 9 рандомных моментов. Обычно тут моменты, выпускаемые более чем 1000 копий. Редкие или рарные паки. Стоят от 22 долларов. Тут обычно до 7 обычных моментов и 100% один редкий. С релизом от 150 до 999 копий. Легендарный пак стоимостью от 230 долларов. В нем может быть до 6 обычных моментов. Один рарный момент и один легендарный с релизом от 25 до 99 копий. Платиновый пак. Он продается исключительно через аукцион. И стоимость может превысить стоимость хорошей машины или квартиры. В нем будет момент, выпущенный в трех экземплярах. И еще есть Genesis Ultimate. Он также продается через аукцион. И он даст момент, выпущенный в единственном экземпляре. Процесс покупки пака элементарен и похож на процесс покупки чего-либо в интернете. В любом интернет-магазине. За одним очень важным исключением. После уведомления о том, что предстоит релиз нового пака, нужно встать в очередь. Где-то за 30-40 минут до релиза. Релиз обычно происходит в 9 вечера по Москве. И от всех тех, кто успел встать в очередь до времени релиза, система распределяет рандомно в очередь. И тут уже повезет или не повезет. К примеру, я участвовал в таком розыгрыше 3 раза. Все 3 раза был релиз самых обычных паков, которые самые дешевые за 9 долларов. Обычно такие паки расходятся релизом в 50-75 тысяч штук. Один раз я был в очереди 230 тысяч какой-то. Другой раз 120 тысяч какой-то. И соответственно вы понимаете, что при релизе в 50 тысяч штук, вряд ли очередь до меня дошла. Ну соответственно так и произошло, мне не удалось купить. Вот в третий раз релиз был намного больше и очередь до меня дошла. Когда доходит очередь, у вас есть где-то 15-20 минут на то, чтобы совершить покупку. То есть оплатить пак. Доступен он бывает не сразу. Сейчас я показывал вам распаковку своего пака. Но купил я его где-то недели две назад. И в мой аккаунт он был доставлен вот только сейчас. Кстати, пак в принципе можно не открывать. И хоть сейчас нет возможности продавать запечатанный пак на маркетплейсе, но ходят слухи, что такую вероятность разработчики могут добавить. Теперь давайте остановимся на том, что же представляет из себя момент или карточка. Это небольшой видосик с игровым моментом игры того или иного баскетболиста в NBA. На странице момента виден его тираж. Например, 15 тысяч копий. Это значит, что у 15 тысяч человек он имеется в наличии. Также представлена текущая самая низкая цена на маркетплейсе. И максимальная, за которую подобный был продан. Ниже представлена история последних транзакций с данным моментом. Так как это NFT токен, то у всех одинаковых моментах есть номер в релизе. И вам повезло, если выпала красивая цифра или вообще токен из первой десятки. Такие обычно продаются дороже. Причем иногда намного дороже остальных. Еще ценятся токены, порядковые номера которых совпадают с номером игрока. Также помимо просто коллекции можно собирать сеты. Сеты обычно это несколько моментов, объединенных какой-то единой темой. Например, моменты с All Star Game. Или какие-либо другие. Честно говоря, не знаю, дается ли что-либо, если вы собрали сет. Пока что никаких плюшек от этого я не вижу. Помимо паков и маркетплейса есть еще одна возможность получить карточку. На сайте есть раздел с челленджами, то есть с заданиями. Их суть заключается в том, что пока длится челлендж, вам дается несколько дней на то, чтобы собрать в своей коллекции все моменты, перечисленные в задании. И тогда после его завершения вы получите брезовую карточку. Тираж которой будет ровно таким, сколько людей завершили челлендж. Я еще в челленджах не участвовал, но анализировал уже завершенные. Обычно призовая карточка по стоимости получается чуть меньше, чем суммарная стоимость моментов, которые нужно собрать для завершения задания. И есть такой феномен, что на время челленджа карточки, которые в нем участвуют, вырастают в цене. Это тоже нужно учитывать. Ну вот вроде все основные аспекты сайта NBA Top Shot, которые я сам узнал и которыми поделился с вами. Стоит упомянуть, что ресурс еще в бета-версии. И когда произойдет Go Live, непонятно, будет ли добавлен еще какой-либо функционал. Все возможно. Многие в сети уже назвали эту площадку очередным мошенничеством, выманиванием денег, МММ и так далее. Честно говоря, я сам думал точно так же, когда мне где-то полгода назад рассказали друзья об этой площадке. Но подкупают несколько моментов. Первое. Это то, что NBA официально рекламирует NBA Top Shot. И вряд ли такая крупная и крутая организация рисковала бы своей репутацией. Второе. В проект вложили свои средства, и речь не о маленьких суммах, многие действующие и уже завершившие карьеру игроки NBA. Из самых весомых имен в этом списке это Майкл Джордан, Кевин Дюрант, Кайл Лаури, ну и многие-многие другие. Ну и третье. В момент релиза каждого пака ведется видеоконференция, на которую приглашают действующих или уже завершивших карьеру игроков NBA, но также популярных людей в околобаскетбольной теме в США. Да и суммы крутятся уже на площадке баснословные. С середины февраля до начала марта доход владельцев вырос с 65 миллионов долларов до 278, а количество зарегистрированных участников перевалило за 100 тысяч. Кстати, Марк Кюбан, владелец Далласа, тоже зарегистрировался и рассказывает, что коллекционирует моменты с Лукой Дончичем. По сути, это новый виток коллекционирования, потому что владение NFT токеном, то есть, по сути, если это же видео, которое участвует в моменте, вы увидите у кого-то на YouTube-канале или где-то в хайлайтах, вы не можете потребовать удалить его. Речь именно о коллекционировании, вот в таком вот формате, о котором я вам рассказал. То есть, это аналог коллекционирования тех самых картонных карточек со спортсменами, только оформленная в соответствии с текущими технологиями, ну и модой на блокчейн и NFT. И я, в принципе, не вижу в этом ничего криминального. Ведь для кого-то и 20 миллионов долларов за черный квадрат Малевича тоже непонятная и необоснованная сумма. Что же касается меня, то по мере своих финансовых возможностей, я буду участвовать в розыгрыше различных паков, с надеждой, что выпадет что-то действительно стоящее и можно будет немножко подзаработать. А вот целенаправленно коллекционировать те или иные моменты с определенными игроками я, наверное, не буду, учитывая уже баснословную стоимость многих моментов с крутыми игроками. И как вы понимаете, чем круче и хайповее игрок, тем момент с ним стоит дороже. И посмею предположить, что если появятся моменты с Майклом Джорданом и Коби Брайантом, то они переплюнут по цене моменты с Леброном. Пока же первенство принадлежит ему, уж по стоимости моментов так точно. Надеюсь, данное видео было вам интересно и вы наконец-то разобрались и поняли, что же из себя представляет NBA Топшот. И на этой криптоноте я с вами прощаюсь. Нучи-бучи! Субтитры подогнал «Симон»!